Слава Украине! Приветствую от Полонского! И еще немножечко о Соловьином Помете. Да, куда ж без него, без Гаремыки, да? Так вот, он на этот раз раскричался, кстати, интересно для россиян, да, вот, о чем он кричит и что на самом деле. На этот раз он раскричался о том, что, значит, на российских школах не преподают НВП, начальную военную подготовку, а если преподают, то в недостаточных количествах, что, мол, молодые люди не умеют разобрать автомат правильно. Ну, как, да? Не умеют они автомат разобрать, это же ужасно. Вот, и вообще не готовы к войне, не готовы к сидению в окопе, потому что никто не учит их, значит, начальной военной подготовки. Все ужасно, и, значит, надо всех разнести, всех раздолбать, военную подготовку ввести, и из всех, значит, молодых людей подготовить пушечное мясо на фронт. Да, не больше, не меньше. А теперь давайте разберемся, у самого Соловьева есть восемь детей. Да, ну, старался чувак, да, видимо, многостаночник. Вот, но дело не в этом, среди этих восьми детей есть двое вполне себе пригодных к службе. Да, вот, такого возраста, призывного себе, очень даже ничего. По слухам, один из них даже замуж успел выйти, как-то, да, несклепненько. Ну, бог с ним, такое дело. Тут же ж такое, сын Мизулиной тоже замуж, говорят, вышел. Довольно успешно живут, совет да любовь такой от ребенка никак не могут сделать. А так все остальное хорошо. Да, так вот же же Соловей, а Соловей, да? А сколько же из двух его сыновей находится в Донецке, в окопе, с ополченцами? Чикаго и там обдраченцы, не, это было раньше. Теперь они чмобики, сколько являются чмобиками? Сколько пошли на фронт? Ноль. Ноль, они же особо ценные кадры вышел. Как их можно вообще привлекать? То есть, из ваших детей делать пушечное мясо можно, а дети Соловьева в хороших условиях на Западе должны выходить замуж, даже если они мужики. Соловьева в хороших условиях